И, собственно, представитель этого интересного направления профессионального находится у нас в студии Словако Азали, и мы тут скользко помянули твое оборудование, оно, конечно, прекрасно, я считаю, и выглядит Вот эти ручки, лампочки Да, куча красивых лампочек, это очень нравится Это самое главное Это самое главное Как этим пользоваться? Ты правда хочешь знать, как этим пользоваться? Для меня всегда это была загадка, я потому что человек далекий от музыки, в принципе, и мне всегда было интересно, как они так делают диджей Ну, все очень просто, здесь все имитируют, естественно, те самые классические пластинки Ну да, схема такая А вообще играл на классических именно пластинках? Да, конечно В то время, когда мы начинали, в принципе, была очень слабо развита техника CD, и были в основном виниловые проигрыватели Скажи, остались в вашей среде еще вот такие староверы, которые признают только виниловые пластинки, только виниловый звук И есть ли действительно разница между современными там проигрывателями, которые, в общем, что там, MP3 форматы, еще чего-то, и действительно, вот, виниловые Да, конечно, аудиофилы были и останутся всегда Более того, компания Technics, которая была лидером по производству виниловых проигрывателей для диджеев Это такой аппарат, который был признан классическим В один прекрасный год она сняла все это дело с производства, потому как интерес к винилову стал падать Но буквально в том году, в конце года, она анонсировала, что в скором времени выйдет лимитированная версия новых проигрывателей Потому как по статистике продажа винила на сегодняшний день растет Ну, это, опять же, такая история, конечно же, точечная Что касаемо качества воспроизведения, может быть, я для кого-то развею миф, но все-таки качество цифровое, оно, конечно, гораздо лучше, нежели чем на виниле Потому что там при записи убираются некоторые частоты А здесь мы можем в эпоху цифровых технологий наслаждаться очень сочным, мощным звуком Ну, и мне кажется, эта история вся понадежнее как-то, чем пластинки Относительно, да, хотя бывают же такие версии Все эти электрические, все эти штуки боятся электричества И если какой-то там перепад, что-то у меня был такой случай в жизни Когда в новогодние праздники все висели, просто-напросто перепад напряжения Статическое электричество, и все, и аппарат вышел из строя С аналогом, с винилом бы такого не произошло А как вы крутил свою ситуацию? А у меня был еще один аппарат Ну, здесь всегда в резерве, чтобы... Тебе по душе все-таки ближе вот такая электроника или винила? Да, 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 абсолютно Я человек нового поколения, я люблю все новое, все технологичное Поэтому я стараюсь следить за всеми новинками и пользоваться передовыми технологиями Знаешь, вопрос такой из серии заключительных Ну, по каким-то ощущениям публика сама выбирает, какой диджеем ближе Который лучше попадает в их настроение Это если смотреть из зала Вот в профессиональной среде есть какие-то критерии качественного диджея? Вот хороший диджей, каковы его качественные характеристики? Что он должен делать, уметь и понимать? Хороший диджей, это тот диджей, это было изначально Это не придумано сегодня, это не придумано мной Это сформировало время Хороший диджей, это тот диджей, который может зацепить публику И держать ее на протяжении, скажем, двух часов Люди говорят, ну, что вы там делаете? Хорошо, вы включите один хит, другой хит У вас закончатся хиты, что вы будете делать Задача диджея – включить неизвестную музыку для слушателя И зацепить его, сделать так, чтобы они танцевали Диджеи – это волшебники Это магия А они делают, чтобы люди танцевали Ты, когда идешь, например, на какую-то вечеринку У тебя есть уже запланированный плейлист? Или ты все-таки уже смотришь под публику? Уже смотришь под настроение? И там какие-то корректировки вносишь? Или так? Да, для своего шоу, для выступлений Естественно, я отбираю какой-то пул материала Очень много материала приходит каждую неделю нового Но я его просто отслушиваю дома Но играю – это все чисто воды, импровизация Потому что ты не можешь понять, какое настроение сегодня Какая погода на улице От этого очень много зависит Да, все индивидуально Давайте как-нибудь что-нибудь Юля просто очень хотела Буквально покажи пару движений Вот играет У нас есть две дорожки Они показывают Сейчас вообще все очень просто Не надо даже слушать, можно смотреть Все, бежит дорожка Сейчас готовим вторую дорожку, запускаем И вам, собственно говоря, нужно Чтобы вот эти графики совпали Тогда все будет прекрасно и хорошо Здесь указаны перепады скоростей треков Скажу, сейчас гуманитариум это не под силу, на мой взгляд Все, для этого есть ручки, которые поднимают скорость Ага Все, и вам нужно только вовремя А эти штуки, вот, если вы сделаете вот сейчас так резко, то поймете зачем Воу-воу-воу Все, быть бы диджей Вы диджей, поздравляю Вот и все Слава, большое, спасибо История, кстати, знает Знает довольно неплохих диджеев Девушек Но по статистике 90% Ну, как правило, они покоряют публику Отнюдь не мастерством Вот сведение всего А красивой улыбкой Как минимум Как минимум К нам присоединяется Виктория Столярова Она, конечно, далека Тоже играть? Нет, нет Далека она от развлекательной части и тематики Все-таки ее зона ответственности – это новости Что-нибудь есть у нас новости про диджеев? Доброе утро К сожалению, нету Я вот заслушалась музыкой, вот, танцевала даже, даже пока готовилась к новостям Поэтому новости про диджеев не приготовила Хотите, я вам скажу новость про диджеев? Буквально через два дня состоится уникальное событие в Лондоне Диджей Карл Кокс отыграет свой сет, по-моему, в Нижней Палате Парламента Британии Чего никогда не было Все это в рамках Дня Диджея Боюсь, эту новость мы не найдем В ленте самых важных новостей На каких-либо новостных сайтах Ну, я думаю, есть специфические какие-то ресурсы Откуда можно узнать все интересное, что связано с этой интересной профессией Слава, большое спасибо Спасибо большое, с праздником Спасибо, и вас с прошедшим, да Спасибо большое